Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ. И мы продолжаем трансляцию сегодняшнего повторного дня. Все это, конечно же, в лайв-режиме. У микрофона я сижу сейчас, вы слышите меня в прямом эфире. Но вот матчи кастим те, которые были раньше. Перед этим у нас был матч между командой Empire, командой Na'Vi. Это было 5 мая, теперь у нас 6 мая. На нашем виртуальном календаре. Команда Alliance играет против команды Natus Vincere. И дальше будет у нас еще и Alliance против команды Virtus.pro. Еще одного коллектива СНГшного, который получил прямой инвайт. Надо посмотреть, в каком состоянии у нас. Команды, которые отправятся напрямик в Сиэтл. И сейчас мы досматриваем матчи между командой Alliance и командой Natus Vincere. Первую игру Na'Vi проиграли. Проиграли ее в жесточайшей вообще борьбе. Размен тронами можно считать состоялся. Потому что Na'Vi били трон команды Alliance. И спушили там четверть, наверное, трона. Но в итоге, в итоге, в итоге, в итоге подслились. Подфидели в собственном лесу на 50-й минуте. Чего делать категорически нельзя. И в итоге, в итоге 0-1 проигрывает команда Na'Vi. И теперь надо отыгрываться. Будет ли камбэк от Na'Vi и выигранная вторая игра, понятия не имею. Не знаю, в данном Best of 3 2 или 3 было игры. Вот, поэтому, по возможности, в чат не буду заглядывать. Там столько спойлеров подлецов у нас есть, что всю интригу могут уничтожить на раз. Dragon Knight, Queen of Pain, Night Stalker, Bane и Winter Viverne для команды Na'Vi. Со стороны, для команды Na'Vi, точнее. Со стороны команды Alliance. Nature's Prophet, Shadow Fiend, Dazzle, Slardar и Vengeful Spirit. И как же неприятно артстайлу смотреть на Slardar в пике команды Alliance, я думаю. Тут слеза просто у Седова Вани потекла. И вспоминает он, как он на Slardar чудеса творил. В итоге, теперь команда Alliance имеет в своем пике селедку. Селедка будет для Лоды. Это будет Main Carry. Тот, по сути, который должен будет разбирать Dragon Knight'ов. Который должен будет Night Stalker'ов унижать. А Night Stalker от хвоста. Еще одна слеза из второго глаза капитана команды Na'Vi Artstyle'a. Селедка, на которой играл Artstyle'a у Лоды. А Night Stalker, в принципе, который был визитной карточкой Artstyle'a и вообще Na'Vi того времени. Времен победы на International'е первом. Они у хвоста в составе команды Na'Vi. А что остается Artstyle'a? Artstyle'a остается доходяга Bain. Который по-любому тут раз 10 за игру точно умрет. Вообще Artstyle'a у нас, видимо, сохранил ту тактику игры. Врывайся в любой файт, дерись просто как оторванный. Но при этом Artstyle'a играет не на крепких героях, а играет на саппортах. Эти саппорты больше фидят, чем пользу приносят своей команде. Жаль, 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 жаль. В принципе, чем дальше, тем тяжелее становится ситуация для команды Na'Vi Artstyle'a. Вообще с данным составом и с данным возвращением Artstyle'a. Много было надежд, но, с другой стороны, я уже, наверное, не первый раз, да, может, даже и не пятый раз говорю. Artstyle'a возвращался не в ту команду, из которой уходил, и не на ту позицию, с которой Artstyle'a в итоге ушел у нас из состава команды Na'Vi. Теперь он обычный саппорт. Такой саппорт, которым был, например, Smile в составе команды Na'Vi после ухода Artstyle'a. Или Lost. Нет, Lost был оффлейнер. Lost у нас теперь в составе команды Na'Vi — это FANIC. Ну, а Artstyle'a приходится просто-напросто саппортить своих тиммейтов и смотреть, как они. Если убивают, то хорошо. Если не убивают, то просто Artstyle'a приходится умирать вместе со своими тиммейтами. На мидлейн перемещается Sunnake'a на Винтер-Виверн. Будет саппортить здесь Dragon Knight'a. Fucking Matt'a уже поблизости пайкат. У нас дабла на миде, что с одной стороны, что с другой. Ну и Sunnake'a через Arctic Burn'a у нас идет на первых лвелах. Цепляет пайката. Пайкат теряет больше половины хп. Дэнди через Берестфайер еще задул у нас в пайката. В прошлой игре пайкат очень слабо смотрелся на ранних минутах. На SF'е против Квапы он стоял. В этот раз Квапа у нас тоже в пике команды Na'Vi. Но теперь она для FANIC'a. Теперь она в сложной линии против Адмирала Бульдога. А далее опять Nature's Profit'a команде Alliance. Как будто ничему команда Na'Vi не учится. С другой стороны, банишь ты Нэч из Profit'a, берется Лондруид. И все повторяется заново. Тратить два бана на Адмирал Бульдога, может, даже и не лишено это смысла. Решили для Лоды забанить персонажа. Лода в итоге нашел выход. Пошел у нас за счет Слардара. Фармить, убивать. Ну и глянем, куда это все заведет команду Alliance. По фарму пока что Alliance получше выглядят. 300 голды в плюс. И по экспириенсу 250 тоже для шведского коллектива. Уже с мидлейна у нас FANIC'a ушел. Отправился он на топ-линию. Здесь трипла опять же от команды Alliance, как и в прошлой игре. Лода фармит на Слардаре. Саппортит его FANIC'a на Vengeful Spirit. И Dazzle для Аки. Точно так же, как в прошлой игре. Много вообще с прошлой игрой повторов по героям. Правда, роли этих героев немного изменились. Так, Начиус Профит у нас проседает по ХП, Артстайл. Отправляет Найтмэр у нас Адмирала Бульдога. Будет сам себя Энтами. Ну, такой шарящий Бульдог. В итоге у нас FANIC не забирает Адмирал Бульдога. Бульдог на Лоу ХП. Ну, есть чем отпиться. Все. Теперь Начиус Профит фуловый. Не так-то просто его забрать. Санейка от Дэнди не отходит. Санейка как нянька. Все время рядом с мидером своей команды. Ну, еще бы. Здесь постоянно рядом находится Винга. Как только у нас Дэнди поймает стайл. Стан как минимум 2 кайла залетит у нас в Дэнди. Ну и ФБ. ФБ на хвосте. Вот кто не должен был умирать в составе команды Нави, так это мейнкерри. Хвост остается в соло против триплы. И хвост отдается этой трипле. Фестблат у нас забирает Слардар. Лучше для Лайнс ничего и быть вообще не могло по сути. Артстайл в инвизе на мидлейн. У него первый левел. У него только Найтмэр. Больше ничего. У Дэнди нет стана. У Дэнди есть Брисфайр. У Дэнди Драгонблайт в один прокачен. Ну, глянем. Может на четвертом левеле стан для Дэнди появится. И Виверна отсюда уходит. В итоге в соло остается Дэнди против Пайката. А в это время Факин Мэтт и Адмирал Бульдог уже поблизости. Бульдог улетает в лес. Бульдогу не понравилось на линии. Против Фанника стоять некомфортно. Бульдог может смело стоять у нас в лесу. Не проблема. Второй Найтшерскол есть. Поэтому крипы в общем-то не мрут. Но он стоп. Так, Найтшерспрофит у нас улетает на топ лейн. Нет, нет, нет. Не улетает. Не улетает. Потому что и без него здесь справятся. Где Найтшерспрофит? Все-таки прилетает Адмирал Бульдог. Санейка показался из леса. Аки. На лоу хп Аки в таверну. Санейка в таверну. Артстайл в таверну. Два в один подрались. И хвоста тоже стопят. Блочат и делают все, что только можно делать с хвостом. Лода. Нет маны у лоды на стан. Но при этом Адмирал Бульдог с хайграунда стопит у нас хвоста. И все. И все. И трипл килл для лоды на четвертой минуте. И 4-0 для Слардара. И все фраги, которые имеет команда Alliance, заработал Слардар. Денег у Слардара вот сколько. 2 500. Что там у хвоста? У хвоста 1150. И 2 500 для Слардара. Более чем в два раза переформил лода у нас хвоста. Ну, проблема у Na'Vi. У Na'Vi проблемы с самого начала игры. Не знаю, насколько вывозимы эти проблемы. Посмотрим. Ладно, перемотаем. У нас есть такая возможность. Пауза отжалась. Все. 4 минуты. В принципе, все. Очень даже удачно я перемотал. Хвост возвращается на линию по золоту. Alliance выигрывает 2000. По экспириенсу полторы тоже для шведского коллектива. И хвост, согласитесь, выглядит немного несчастно. 4-0 по крипам. 1-2 по КДА у хвоста. Не так должен выглядеть мейн-керри коллектива. Это 100%. Вообще не так даже близко. Лода. Врубил спринт. Спринт 2-го левела. Стан 3-го. Можно бежать за хвостом. Главное спруты дать. Значит, профиту. Лода заходит в спину. Крипы его видят. Все. Команда Na'Vi понимает, что их окружают. Отсюда отходят. И подходит сюда артстайл. У лоды по фарму 16-4. У него 4-0 КДА. Так, заходит в бок здесь на хосте Дэнди. Стан от лоды по Дэнди. Дэнди тоже может дать стан. Дает стан в лоду. Виверна должна здесь стопить лоду. Лод на 0 хп. В итоге, скорее всего, Слардар здесь умирает. Для кого этот фраг? Этот фраг для Драгоннайта. Дэнди забирает у нас лоду. И 1-0 подрались. Но это безусловный плюс для Na'Vi. 530 заработали по голде. 375 по экспе. На шестой минуте неплохо. 4-2 становится общий счет. И Na'Vi до 1000 спускает преимущество Альянс по золотам. И до 1300 по экспириенсу. В это время Пайкат подпушил уже Т1 по миду. И, скорее всего, Т1 будет забирать Пайкат. Если артстайл, правда, не помешает. У артстайла второй левел. Первый левел Nightmare. Первый левел Brain's Up. Тауэр не Денайбл. Поэтому со следующего захода команда Альянс имеет все шансы забрать Тауэр. Фанник видится здесь с Пайкатом. Пайкат в Рошпит заходит. Ну что, пошел Shadow Strike. Попадает Кайлом Пайкат. Артстайл на лоу хп. Что делать вообще Артстайлу? Brain's Up делает у нас Артстайл. И Queen of Pain забирает третий фраг для команды Na'Vi. 550 голды на Пайкате. Денди перемещается на Мидлейн. Ну что, Альянс теряет свое преимущество по голде. Да, там Лода умер. Лода подфидил. Но, с другой стороны, Лода и так у нас очень неплохо выглядит. Лода опережает Хвостан на 1000 голды по фарму. И проигрывает только Мидеру своему Пайкату. И проигрывает оффлейн Фаннику. Что так Фанник знатно вообще у нас поднялся. По Крипстату Фанник на первом месте. 37 на 13. Ловят Фанника. Станут Лоды. Где Amplify Damage еще нет. А вот теперь будет у Лоды Amplify Damage. Венга и так смогла вместе с Лодой разобрать... Как же тебя зовут? Queen of Pain, конечно же. Да, разобрали Queen of Pain. 560 по голде. 710 по экспириенсу. Фраг для Avenger Full Spirit. Все это, конечно же, на ворды. Куда же еще? Ну и fucking Matt по-прежнему с одним несчастным тапком у нас бегает. Перемещается на топ-лейн. Ну, файты нон-стоп. 7 минут сыграно, 8 фрагов сделано. Пайката будут пытаться ловить. Артстайл бросает у нас в Nightmare Пайката. И ульта Nature's Profit'а забирает у нас в итоге Артстайла. На лоу хп здесь Санейка. Санейка на хайграунд. Не успевает Пайкат дать Койл, потому что не было вижена или потому что не сориентировался Пайкат. Можно было дальнюю давать с лоу граунда. Но кто знал, что сразу же пойдет кастовать Санейка у нас ТП-аут. В итоге Санейка умудрился залететь на хайграунд. Улетел. И фраг команда Na'Vi только один отдал. Это Артстайл, который умирает уже второй раз. Почему-то не удивлен я совершенно. Артстайлу не прет в составе Na'Vi вообще. 3000 золота Alliance, не 3, 2500 и по экспириенсу 2000. Тоже для шведской команды. Лоды 1150 на руках. 1100 остается до появления Даггера. Даггер 100% появится. У Адмирала Бульдога есть уже Пауэртретс, есть Базилка. Ну вполне может быть, что Адмирал Бульдог сейчас будет выходить в Медас. У ССФа, Рейсбент и Пауэртретс. Есть также Боттл 1200 для Пайката на руках. Уже первый по Крипстату и по Нетворсу Пайкат. Вообще первые 3 места за командой Alliance. Лода в Инвизе. Ловит Артстайл, амплифай дэмэдж на него. Артстайл, если себя успеет усыпить, и то будет неплохо. Не успевает на Чиспрофит еще один фраг. Адмирал Бульдог со счетом 2-0 у нас идет. Лода идет со счетом 4-1. Пайкат 0-1. Ну и здесь 1-0 Венжи Фулл Спирит, 0-1 Акке. У команды Na'Vi не все так радужно. Санейка один раз у нас умер. Найт Сталкер два раза уже слился. Драгон Найт не умирал. Квапа один раз. И Артстайл три раза 0-3. Самое слабое звено. У Хвоста по артефактам полнейшая печаль. Бутсов Спид есть. Появляется Урнов Шадлс на 10-й минуте. Есть Рингов Базилус для Найт Сталкера. Ну ничего интересного. На самом деле на Хвоста агрится на него еще и Тауэр. И Хвост здесь вообще на лоу ХП. Примораживает его Санейка. Хоть как-то подсейвить своего тиммейта. Немножко восстановили. Тут порядка 200 голды. Нечис Профит в это время зарабатывает третий фраг для себя. Забирают Фаника. Забирают Фаника на сложной. Артстайл пришел подсейвить Тауэр. Вот Фаника подсейвить никто никак не может. Ну все, Бульдог просто начинает нон-стоп-экшен по карте. У него есть уже один Обливент Став. Есть ПТ, есть Базилка. Можно тебе и лес фармить. Четвертый Нейчер Сколл. Можно пушить, можно убивать. Спруты в один есть. Телепорт сейчас будет макситься. Поэтому мультимобильный становится Нейчер Спрофит. Такой, каким он должен быть. Пайкат на Медлейне. Видит Санейка. Врываться смысла никакого. Хорошо, наверное, для Нави. А может и плохо для Нави. Что Пайкат у нас пошел в Мекку в итоге. С другой стороны, и сейчас Нави не очень уверенно дерутся. А если будет Мека в составе команды Alliance, неважно, на ком она будет. На ССФе она будет или на Даззле. Даззл, кстати, у нас умирает от Фаника. Фаник Соник Вейв у нас в Даззла тратит. Вместе со всеми фишками от Денди. Как же сильно боится команда Нави своих оппонентов. Ну не боится, но какое огромное значение они придают каждому фрагу. А это уже тревожный звоночек. Если в одного Даззла вливается столько дэмэджа, просто чтобы Даззл не успел на себя Грейв бросить, вы понимаете, что не все хорошо. Пакин Мед ловит у нас Шадоу Страйк от Фаника. Фаник в спрутах. Спруты переживают. Отсюда уходит ульта Нейч из Профита. Половину ХП Фанику сносит. Ну что, полетел у нас Нейч из Профит? Нет, Адмирал Бульдог никуда не летит. Он в это время фармит. И Денди ловит. Под Амплифай дэмэджем Денди разбирается. СФ забирает этот фраг. Первый килл для Пайката. И Мекка уже полетела команде Альянс. Да. Бывает же такое. Золото. Для шведов 5000. Экспирианс 5000 для них же. Заходят на Рахшана. Альянсы знают об этом Нави. Должны, по крайней мере, догадываться. Ну и под Амплифай дэмэджем. Что тут? Разве проблема? Роху разобрать. Разбирают у нас Рахшана. Очень даже быстро. Все. СФ забирает себе Аегис. И... И теперь есть Мекка. Теперь есть Аегис. Теперь можно файтиться в любой точке карты. Фанник немножко подпушил топ-лейн. Но здесь Тавру Фиолетову на этот подпуш. Фанник разве что... Немного подформил и себя потешил. По нижнему лайну идет команда Альянс. Есть Энты здесь. Нейчер Сколл через секунду. Либо здесь, либо в любой другой точке. Адмирал Бульдог отправляется у нас вниз. Во-первых, отпушит линию. Во-вторых, подформить. В-третьих, можно попытаться и Т1 забрать на топ-лейне. Нави перемещаются на центральную линию. Дэнди в драгон форме. Фанник в виде таки. Не врывается. Полетел сюда уже телепорт от СФ. А пайкат на Дэнди. Дэнди подстопил лоду и правильно делает. У лоды есть даггер. Врывается лода. Стан после Нейка. И Койл по двоему от пайката. Все. За секунду просто разбирают у нас мидера. И разбирают саппорта. Который, по идее, должен был этого мидера засейвить цену и собственной жизни. Артстайл тоже в таверну. И вы видите, что делает лода. Лода не бьет у нас артстайл. Он просто отдает его пайкату. Это лода, который играет в роли мейнкерри, который должен убивать. Если бы это делал саппорт, я бы понимал, что да, саппорт оставил у нас для своего мейнкерри героя. На тебе, пожалуйста, кушай. Ты нам нужен сильным, здоровым. Но лода играет на мейнкерри, на Слардаре. Который, по идее, точно так же, как пайкат, зависим от артефактов. Но фишка в том, что играется команда Alliance с командой Na'Vi. У пайката был даблкилл стрик в этом файте. И решил дать триплкилл просто своему тиммейту. Иначе я не могу объяснить то, что произошло. Лода очень демонстративно дал стан по артстайлу и ушел в сторону. Пайкат у нас в итоге с триплкилом. Ну а почему бы нет? Слардар у нас делал триплкилл, а СФ еще триплкилл не делал. Нехорошо. Видите, графики 8 тысяч с копейками Alliance по золоту. По экспириенсу 7500 тоже для команды Alliance. Второй обливент став для Адмирал Бульдога. И рецепт на Оркит. Все, Бульдог уже у нас с Сайленсом. Значит, можно врываться куда угодно. Команда Na'Vi на нижнюю лайн перемещается. В ряде Alliance будут дефать. Они, скорее всего, здесь навяжут драку. На хайграунде все-таки здесь и Энты есть, которые важная часть комбинации команды Alliance. Подстопите, подсловите. Там кайлы от пайката залетят. Теряют тавер по низу Alliance. При этом забирают тавер на топ-лейне. Na'Vi двигаются дальше. Альянс давят. Альянс могут себе это позволить. Танковать тавер есть кому. Бульдог здесь. Аки здесь. Пайкат с нормальным количеством дэмэджа тоже здесь. Лода в это время вместе с Факинг Мэдом готовы подсейвить у нас Т2 по низу. Ну и что? Альянс забирают Т2. А Na'Vi толком даже и не продамажили тавер. Чуть-чуть сняли здесь одну пятую хп всего тавера. Но это проблема. Это конечно проблема команды Na'Vi. Они не способны защищать свои тавера и при этом не могут забирать чужие. Примерно так Дота и проигрывается. 10 тысяч золота Alliance и 7500 Experience тоже Alliance. Пайкат абсолютно обнаглел. Смелый. Может по чужим лесам уже гулять. Пайкат на хвоста. И хвост разворачивается. Хвосту здесь делать нечего против Пайката, я так понимаю. Ульта пошла у нас от Дазла. Хвост ее поймал. И Пайкат пытается отсюда уйти. Воид пошел по Пайкату. Фаник. Соник Вейв может проюзать. Не юзает. Ну и что хвост? Хвост неужели сольется? Да, в итоге Нейчерс Профит забирает у нас хвоста. Через Оркит. Через Дэмэдж. Урну в Шадоус также висел от Аки на хвосте. Хвост отправляется в таверну. Высвапывает у нас еще и Дэнди. Стан пошел от Дэнди. Он все-таки с хайграунда. Ну и нормальная ульта пошла у нас от Виверны. Развалили своего тиммейта. Разбили Винджи Фулл Спирит лицо. Пайкат на лоу хп. У него есть Аэгис. Нельзя об этом команде Нави забывать. Сломя голову лететь за Пайкатом нет смысла. Ну и сбивают в итоге Аэгис у нас за счет Виверны. Игроки команды Нави. Очень крутая штука. Это Артик Берн. И все остальное. Ну и Сплинтер Бласт добивает у нас в итоге СФа. Просто потерянный Аэгис. Больше ничего. Ивенджи Фулл Спирит тоже потеряли. Но смотрим по фрагам. 14-6 счет на данный момент. Больше чем в два раза переубивали Альянс своих оппонентов. Адмирал Бульдог, откуда ты улетел? Откуда ты улетел? 14-6 по фрагам. 12 тысяч золота. 8 тысяч экспириенс. Файт пошел у нас в лесу команды Альянс. Пайкат на лоу ХП. Он без Аэгиса. Уходит в инвиз у нас СФ. Аки скорее всего здесь умрет. Пытается сделать ТП-аут. Стопит его Дэнди. Тратит на него стан. Пайкат ждет своей очереди. Ждет, чтобы разультиться. Ульт пошел от Пайката. Стан от лоды по троим. Минус 2 делает СФ в этом файте. Дэнди в Найт Мэри Арт Стайл в таверну. И Дэнди тоже скорее всего в таверну. Теряют Дазла и триплкил от Пайката. И лода залетел на 150% КПД. Просто великолепно. Всех подстанил, подсловил. И все это под ульту от Пайката. Короче говоря, развал полнейший. Нави тут непонятно, каким образом могут выиграть игру. 14 тысяч преимущества Alliance по золоту. 11 тысяч по экспириенсу. Это 17-ая, это 18-ая минута у нас заканчивается. И 14 тысяч золота. Это жесть сколько. Я даже не могу вам на пальцах показать сколько это. Это много. То есть я могу, но вы в шоке будете, если я вам на пальцах 14 покажу. Факин Мэтт встроет под Т2 и улетает. Все очень просто. Нет, Факин Мэтт у нас в итоге никуда не ушел. Забрали его. Артстайл проюзал Nightmare. И вовремя, вовремя забрали саппорта. Ну, кроме Факин Мэта никто почти не умирает. Венжи Фул Спирит 1-2 у нас идет. Так, по мелочи там. Лода давным-давно умирала. СФ один раз. А нет, здесь есть свой Артстайл в составе команды Alliance. Это Аки. У Аки 0-3-8. Конечно, не такой крутой, как 0-6-4. Это уже это первоисточник. Это культовый Артстайл в составе команды Na'Vi. Жалко, конечно. Не устану горевать по этому поводу. Артстайл постоянно умирает. Постоянно. Такое ощущение, что он вернулся в Na'Vi на роль мальчика для битья. А так быть не должно. Он сам вроде как бить умеет. Каждого и всех вместе. И по одному. И по два, по три. Туго дела протекают в Na'Vi. По всей видимости. Ну и что? И это на самом деле очень тревожно перед квалификациями на Интернешнл. Да, понятно, что Alliance не самый слабый соперник. Это все-таки не какие-нибудь там Vega Squadron или еще-еще-еще. Даже не Hellraiser или Moscow 5. Вот. Это крутые Alliance. Те, которые выигрывали у нас практически данным составом Интернешнл. Ну и Na'Vi практически данным составом выигрывали Интернешнл. Да, в любом случае. Alliance заходят на хэкграунд. Горевать по поводу Na'Vi будем, если вдруг квалы провалят. Не дай бог, конечно. Вот. Пока что ничего страшного не случается. Это регулярка Dream League. Кто не проигрывал в регулярке Dream League? Я не проигрывал. Ну и мидлейн падает у команды Na'Vi. Пайкат. Миличный барак в итоге разбирает. Здесь уже пошли Некра. Вот Адмирал Бульдога. Некра второго. Нет, первого левела. Отправляется в таверну у нас Dragon Knight. Дальше за хвостом. Хвоста закрывают спруты под Amplify дамажем. Сразу же Энты. Адмирал Бульдог даже не тратит силы на то, чтобы разваливать хвоста. Он вызывает Энтов и разваливает в это время. Рэнжевой барак по миду. Но это Оуныч полный. Если Оуныч, да, Оуныч был сказан. Но это Оуныч дичайший абсолютно. Для Дэнди появляется БКБ. Лоду пытаются засловить. Лоду убивают в итоге. Двоих потеряли. Дэнди с БКБ. Можно дальше гнать Факин Мэда. Пайкат. Маны нет на ульту Пайката. Примораживает здесь Фаника. Фаника выхиливает Виверна. Фанику надо улетать отсюда. Ну и прилетает Адмирал Бульдог на хайграунд. Спруты по Фанику не достает. Вот Адмирал Бульдог и на развороте Фаник. Очень даже зря. Нейчис Профит улетает у нас на собственную базу. Минус мид. Гадлайк для Пайката. Пока я наблюдал, как там гоняют беднягу Фаника по собственному хайграунду. Пайкат настрелял себе уже 9 фрагов. Дэнди. Отбрасывается станов Пайката. Ну и все. И приехали. Команда Нави просто тут, чтобы умом не тронуться, отдает победу команде Alliance. 29-9. 26 тысяч золота. 20, не 20, 16 тысяч экспирианса. Это плохо. Все. Вот этот утенок с лицом габлака, который смотрит и говорит, все очень-очень плохо. У Нави игра не идет, и это факт. И что-то с этим надо делать, и как-то с этим надо справляться. Alliance смотрится неплохо, но не сказать, что Alliance выглядит так, как, например, выглядели 2 года назад. Даже близко они выглядят не так. Просто Нави выглядит еще более не так, чем до 2013 года. Ладно. Поздравляем команду Alliance с уже прошедшей победой. Вот. И пока что у нас небольшая пауза. Минут на 15 максимум. Вот. И увидимся мы с вами на игре Virtus.pro против команды Alliance. Virtus.pro в составе, те самые полярные составы, полярных медведей Asus Polar, теперь играет под обычным ником, хэштегом Virtus.pro. Посмотрим, как Virtus.pro смотрится против Alliance. Настолько ли грозный Alliance, как показала эта игра, или все-таки просто Нави тут не очень хорошо выступили? Узнаем. Тем более Virtus.pro получили прямой инвайт, а Alliance не получили. И глянем, сильнее ли команда Virtus.pro, чем шведы. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ, у микрофона друг. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Независимо от того, нравится вам, не нравится, просто подпишитесь, потом разберемся. Вот. И заходите в нашу группу ВКонтакте, заходите на наш канал YouTube. В группе ВКонтакте все грядущие матчи, в группе на канале YouTube все матчи, которые уже мы откастили, и которые ежедневно там выкладываем. Все с моим голосом, все с графикой нашей студии, все в нашем стиле. Пока. Небольшая пауза, 10-15 минут. Собирайте друзей. Virtus.pro против Alliance. Следующий матч, следующая катка в формате Best of 3. И услышимся очень даже скоро. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok